всем привет ребят ну что как и просили в рубрике вопрос ответы пару человек написала по поводу того что некоторые видосики у нас со временем не актуальны да это так и это особенно относится к талантам сожалению у нас талантики каждую обнову меняются добавляется плюс у нас добавили прокачку выше пяти для некоторых талантов соответственно у них появились другие свойства и приходится перекачивать и героев перекачивать полностью все и для донат это даже для доната некоторого это печально все и проблемно поэтому я решил записать вам видосы про актуальные таланты чары там и прочее для героев на сегодня так чего начнем ну начнем мы конечно же в первую очередь самого скажем так интересного таланта это ремка для многих героев она была актуальна потом стало неактуально потому что появились рон и на сегодня опять же она актуальна особенно для без доната почему потому что она дает уже помимо того что заряд энергии герою она дает дополнительно урон при определенной прокачки ну там допустим можно еще ставить там в тройку если у вас купидон с пятеркой если у вас купидон не с пятеркой тогда немножко печальный герой герой не так зарядиться как должен был бы зарядиться потому что тут всего два сценария но зависимости конечно от прокачки героя весь куча героев которые заряжают дополнительно поэтому все возможно но смысла согласитесь двойку тройку ставить нет четверка актуальна потому что многим героем не надо сразу ультовать им надо ударить после некоторых например многие на купидоне на вальке используют это в разных локациях почему рассказываю есть такие понятия как герои ну допустим ара он кинул там ульту ну раньше такое было сейчас эти герои к сожалению уже не доживают в большинстве случаев кидает ульту и вас получается в это же время валька срабатывает соответственно этом либо позже она не снимает то есть четверка дает возможность использовать скилл вальки намного позже то же самое с купидоном чтобы он если он у вас первый стоит например на подземке списке чтобы он сразу не заряжал там одного героя а заряжал в итоге всех на следующую секунду когда он ударит там либо через две секунды а вот поэтому четверка актуальна пятерка ну конечно же это стопроцентный набор энергии и возможность сразу полного юзами скилла для авто прокеров для многих то есть котируется ремка пятерки рунами и выше дальше шестерка плюс тридцать семерка плюс пятьдесят восьмерка плюс 70 вот на этого как бы остановимся это оптимальный вариант для бездана то и возможность прокачать думаю у любого бездана то восьмерки сейчас не так сложно набить и руны набить кулаки купить руны прокачать то есть это не есть проблема такая как было раньше у нас к счастью добавили уже очень много локаций в которых есть возможность получить кулаки девятка это уже для донатов бездоны не очень скоро будут вкачивать такие таланты на девятку тут 90 процентов атаки и так вы если кто-то со стареньких есть солдов кто смотрел меня у меня когда-то на аккаунте было вот полтора назад сорок две ремки на героев там куча героев я ремки уже начинал менять там был трэш полный сейчас этого еще больше то есть ремку я в свое время на русском севере всю полностью слил в ноль у меня там по моему только один герой был купидон с ремкой все остальные даже тот же самый ара был слит потому что появились ремки рунами в нормальном таком количестве со временем все больше больше на сегодня восьмерки их полно даже здесь у меня на складе просто валяется если куча эмблем которых который я не использую потому что мне хватает вот смотрите начиная с пятерки вот 25 штук шестерка 2 переделал семерка тоже две штуки и восьмерки 27 помимо этого у если так пройтись пробежаться по героям рунами вот одна вторая третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая ну штук десять а то и наверное больше здесь есть то есть я использую рунами но для некоторых героев лучше все-таки не рунами лучше таланта и я многим героем обратно вернул то есть у меня есть герои которые ремочные вкачаны на разных серверах разная сейчас вам просто расскажу покажу каким героем можно ставить вот например минотавр да для него ремка вот казалось бы лучше там бог войны там бастион вкачать пак на девятку нифига для него ремка самый оптимальный вариант потому что я могу сюда поставить любую эмблемку какой хочу захочу железную волю чтобы не ставили пак могу восьмой поставить да там разница в уроне будет но я имею возможность выбора то есть универсальность таланта возрастает то есть мне не надо там париться если мне будет пакта то я могу только ремку поставить чтобы он ударил то есть в этом плане для минотавра однозначно кто есть еще ведьма то же самое чтобы включалась ара вот стоит вольт стоит ну то есть такие варианты есть герои которым действительно вот заклинательница на сегодня лучше прокачать ее у вас будет дополнительный урон она сразу включится но вы будете иметь возможность поставить рунами вот аналогично тоже афинка как видите я обратно же повозвращал многим героям и со временем опять же будут уже возвращать их потому что они все-таки актуальны особенно на по локациях вот атлант например ему оживо оказалось бы что вроде круто ремка руны минифика на древние испытания лучше вариант ремка плюс любую там эмблемку там либо живу либо железную волю чтобы включился то есть ремка в этом плане лучше потому я как бы ее и не сливал я перекачивал пару раз вот леди лео то же самое купидон то есть как видите многие герои и обратно же вернул сейчас я вам покажу вот ребят ну то есть много много героев прокачанных именно с этим так давайте я сейчас так вам сюда закину всех героев которые будут актуальны например ну вернул я вам скажу так его нету смысла качать ему можно лунами поставить а минотавр однозначно то ведьма тоже однозначно да ара вольт это для донатов ну тыква смысла нет череп такое можно и без этого обойтись можно родными поставить вот сердце едко неплохо так уронен на полу по локации показывал не особо актуален во рожай на полу по локации чтобы сразу отхил включал замельчал и снимал негативные эффекты дальше на полу по локации можно и на красу поставить но это не то будет вот тут тоже вариант есть ремка но лучше все-таки живо поэтому сюда первую часть не стоит афина однозначно да big food тоже можно для некоторых вариантов ну по башка рунами огник тоже рунами от суры рунами то есть я вам показываю те герои которые можно поставить именно талантом рунами там уже думаю выбор у вас больше будет лазуля если есть лишние вот овощ буки манну лучше рунами ставить эту тоже хранитель атлант и дельео купидон арктика алька ну давайте так вам буду скидывать есть валька тоннатных подбираем медуза на тассу можно ставить но нежелательно так на франке рунами этих всех рунами на ребятам вот у меня на ребяти тоже стоит вот ребят а еще сюда можно вот у меня есть ледяной и на этого ну тут быстрый набор идет в рогатке поэтому не особо есть смысл спешить вот то есть такие герои которые действительно будут тащить и будут актуальны и помимо этого у меня есть герои которых у меня нет но им тоже можно это сделать сейчас мы пройдемся вот так вот посмотрим на стену то же самое можно поставить но это немножко не то и лучше живо все-таки будет заклинательно со мной опять же ремка используется в основном на пв по локациях чтобы герои сразу использовали свою вальту включали умение поэтому уже делайте выбор где вы будете использовать потому что на подземке однозначно смысл этой ремки нет такс 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 ну дракон тоже актуально для дракона актуально будет это зависит от того как вы располагаете своими ресурсами то есть приоритет героев все равно никто не менял лучше там купидона в первую очередь поставить так вальку я вам показал вот кинди то же самое на кинди можно ремочку ставить пробовать чтобы сразу ультовала люстом атака будет вот варлок тоже и мощный вариант качаете 10 секунд плюс пакт ставите думаю будет интересно либо новую эмблинку проклятого доспеха такс у дед мороз как вариант если вы его используете тоже с ремкой будет неплох для подземок влад дракула тоже как вариант можно пробовать смысл а нету ульта 1 это не то по сути ремку можно влепить любому герою и он будет тащить но еще для ледяхи за гарнизонных кому бы я поставил первую очередь это ледяхи показывал я уже почему потому что ему в многих локациях надо сразу же включаться на 5 же лучшего одушка вот то есть такие вот герои которых можно использовать каждый день ремка подходит многим героям особенно авто прокерам которые там сразу ультуют именно мне нужна цель вот поэтому уже каждый сам для себя выбирает хотите увидеть героя на обзоре есть целый плейлист героев обзоров каждого героя с разным талантом что как в частично там ремки есть я всегда меняю что-то поэтому вот так вот все пишите коменты пишите на какой следующий талантик вы хотите увидеть актуальность на сегодня где его использовать как что какие герои в общем пишите все в комментах комменты я читаю возможно там не отвечаю обязательно когда прочитал лайк закинул поэтому все зависит от вас все всем побольше ремок всем удачи всем пока